Неспроста детский сад номер один получил название «Лесная сказка». Его здание практически полностью окружено зелеными насаждениями. Вот только часть территории с деревьями и кустарниками сотрудникам сада приходится ограждать сигнальной лентой. В последнее время здесь стали часто оставлять личный транспорт, несмотря на то, что там нет ни знака парковки, ни специальной территории, организованной под стоянку. Проковался что-нибудь в минуту, сейчас уеду. Расскажите, пожалуйста, почему именно это парковочное место вы выбрали? До свидания. До свидания, очень приятно. На территории воинской части появился пропускной пункт, ворота которого выходят прямиком на улицу Советскую. Именно после появления нового входа на территорию дивизии рядом с садом стало парковаться все больше машин. А потом это место и вовсе засыпали щебенкой. Сперва могло показаться, что это подготовительный этап к оборудованию стоянки. Но после того, как высыпали и утрамбовали щебенку, работы прекратились. Как оказалось, этой стихийной парковкой родители детей из детского сада практически не пользуются. Свои автомобили здесь чаще всего оставляют военнослужащие. У меня ребенок ходит в этот детский сад. У вас ребенок ходит? Да. Когда я приезжаю с утра, всегда есть парковочный мост. Кто засыпал эту территорию щебенкой и появится ли здесь официальная парковка? Подробности мы расскажем в наших ближайших выпусках новостей. Дарья Цыпорыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.